Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин продолжает свою работу. Мы поговорим сейчас о работе туристической отрасли, о том, насколько сложилась сейчас критическая ситуация, поскольку представители именно этой отрасли требуют аудиенции у премьера, у премьер-министра Криша и Закаринша. И вот о ситуации, насколько действительно она драматична и требует вмешательства, 7 минут мы попросим прокомментировать вице-президента Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владислава Карегина, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, добрый день. Доброе утро. Буквально вчера Комитет по управлению кризисом в туризме обратился с открытым письмом к премьер-министру Кариншу с просьбой, действительно, аудиенции о встрече для обсуждения государственной политики в сфере туризма и связанных отраслях в условиях кризиса из-за COVID-19. Объясните, почему вы хотите, действительно, чтобы премьер согласился на эту встречу, что вы хотите с ним обсудить тет-а-тет или по зуму как-нибудь? Ну, во-первых, надо начать с того, что в Латвии сложилась, наверное, самая драматическая в Евросоюзе ситуация с въездным туризмом, и мы являемся страной, наверное, на последнем месте мы находимся в Евросоюзе по количеству, скажем, туристов, которые посетили Латвию в 2021 году. Мы занимаем последнее место, и в отличие от других стран Евросоюза, для которых 2021 год стал все-таки годом восстановления туристической отрасли, в Латвии ситуация в 2021 году была хуже, чем в 2020. То есть это вообще, скажем, парадокс, при том, что у нас есть наш национальный перевозчик, который, по идее, связывает Ригу и Латвию с множеством других направлений в Европе и в мире, и при том, что мы очень долго вкладывали в развитие туризма на протяжении десятилетий, как и на муниципальном уровне, так и на уровне страны. Но вот из-за такой довольно странной политики, которую проводит латвийское правительство последние годы, мы рискуем оказаться вообще без этой отрасли. И в данном случае письмо подписали представители всех отраслевых организаций, которые так или иначе связаны с ездным туризмом в Латвию. И кроме тех ограничений, очень часто, которые не имеют под собой какой-то элементарной логики, и которые, значит, убивают наш бизнес на корню, в дополнение к этим ограничениям накладывается и рост цен на энергоресурсы. Как мы знаем, у нас довольно серьезно увеличились счета, особенно для юридических лиц, и за электричество, за газ, соответственно, за отопление, и в условиях отсутствия туристического потока и роста цен на энергоресурсы. Вообще вопрос о дальнейшей, о дальнейшей, скажем так, способности индустрии выжить под большим вопросом. К сожалению, к сожалению, те предложения, которые выдвинуло Министерство экономики, они были отклонены Министерством финансов, и, вот, я думаю, это и послужило причиной написания такого письма. И если, так сказать, никаких решений по этому поводу не будет принято, ну, комитет, чрезвычайный комитет будет просить отставки и министра финансов, и министра здравоохранения. А какие? Крутые, да, шаги. Какие решения, в принципе, вот вы ожидали бы, какие решения вы бы предложили, которые могли бы спасти эту ситуацию? Ну, в письме упомянуто несколько предложений, но, прежде всего, я думаю, это связано с финансовой помощью пострадавшим предпринимателям. Я сейчас не буду, так сказать, детально, детально касаться всех предложений, да, но до сих пор, допустим, есть компании, которые работают в этой сфере, и которые до сих пор не получили субсидии, которые были обещаны за октябрь. То есть там часть заявок, рассмотрение части заявок переносится на февраль, и предпринимателей нету вообще возможности свести концы с концами, да. Второй момент – это регулирование в области налогов на энергоресурсы. То есть я знаю, что во многих странах Евросоюза, там, тоже Польша, государство в связи с вот этой чрезвычайной ситуацией и с таким ростом цен на энергоносители минимизировало налоги, где-то вообще эти налоги, там, составляют, там, буквально пару процентов, где-то вообще сняли налоги, значит, сделано все, чтобы помочь предпринимателям пережить это сложное время. Еще такое предложение, оно связано с какой-то активизацией какой-то рекламной кампании. Если мы не будем рекламировать Латвию как место проведения досуга, отдыха, корпоративных мероприятий, то мы этих туристов не получим, как известно, реклама двигатель торговли. Ну и самое главное согласование тех эпидемиологических мер, которые необходимы для того, чтобы не распространялся микром, но в то же самое время, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. То есть, к сожалению, у нас очень многие меры, которые принимаются, они практически запрещают деятельность сферы туризма, и они явно являются чрезмерными, не согласованными с индустрией, и ставят нашу туристическую отрасль в явное положение абсолютно неконкурентное, даже по сравнению с нашими соседями в Латвии, в Эстонии и в Литве. То есть, мы все прекрасно знаем, как прошли последние новогодние рождественские праздники, когда Рига фактически была пустая, не было ни людей, ни туристов, гостиницы многие были закрыты, рестораны были закрыты, в то же самое время в Таллине и Вильнюсе все происходило, многие наши граждане выезжали за пределы Латвии, чтобы встретить Новый год или провести Рождество, города были украшены, рестораны работали без ограничений, опять же, для вакцинированных, но тем не менее без ограничений, то есть, не было ограничений ни по времени, ни по танцам, ни по рассадке за столами, а это фактически то, что позволяет провести праздник. Ну и, к сожалению, результаты очень плачевные, как я уже сказал, мы находимся на последнем месте в Евросоюзе и такая вот удивительная характеристика, что в 2021 году, как я уже повторюсь, в Латвии показатели отрасли хуже, чем в 2020 году. Это, конечно, такой парадокс, и мы являемся единственной страной в Евросоюзе, где сложилась такая ситуация. Напомню, мы беседуем с вице-президентом Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владиславом Корягином, ассоциация, в том числе, среди многих подписантов, там еще Латвийская ассоциация турагентов и операторов, Латвийское общество ресторанов, Латвийская ассоциация организаторов мероприятий, сельского туризма Лаукцелю Тайса и другие организации обратились к премьер-министру Кришнису Кариншу с требованием помочь, отрегулировать, и, как только что, господин Корягин упомянул, в случае невыполнения требований, в случае, если правительство не пойдет навстречу, то члены всех этих ассоциаций готовы требовать отставки, в том числе министра финансов, но, Владислав, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что хотя бы отчасти вина за происходящее лежит не только на кабинете министров, но и на самих латвийцев, потому что, да, вы справедливо замечаете, что мы на последнем месте в прошлом году по приему туристов, но мы и на одном из последних мест по вакцинации, если бы была совершенно другая ситуация с этими цифрами, может быть, и ваши цифры были бы получше? Вы знаете, у меня нету цифр перед глазами, чтобы как бы аргументированно на эту тему подискутировать. Единственное, что я могу заметить, это то, что я думаю, в Латвии ситуация не намного хуже, чем в других восточноевропейских странах, насколько мне известно, то есть есть страны, в которых с вакцинацией не так все плохо, не так все хорошо, да, и у нас на самом деле не так все плохо, но что я хочу сказать, что именно в отрасли туризма процент вакцинированных составляет 98%, то есть наша индустрия показала в этом плане пример, может быть, даже другим, мы одними из первых пришли, все дружно провакцинировались, и поэтому вот как бы непонятно, почему мы находимся, скажем, в таком более худшем положении, чем наши коллеги из других стран. Такой вопрос. В письме в том числе вы указываете, что в ближайшее время может быть потерян костяк отрасли туризма и смежных отраслей, и при этом Латвия может надолго лишиться возможности проводить международные конгрессы, спортивные мероприятия, саммиты на высшем уровне и другие мероприятия. Какую долю в ВВП занимает сфера туризма и смежная? О каких цифрах может идти речь, говоря о доходах бюджета? Что мы теряем в этом смысле? Если говорить о данных 2019 года до пандемийного, то туризм и тот мультипликативный эффект, который он давал, в целом приносили в казну около 10% от ВВП. Я в данном случае имею ввиду не только отрасль туризма, но и все задействованные индустрии, с этим связанные, в том числе и транспорт. Поэтому эта цифра довольно существенная, но как вы сказали буквально пару минут назад, самое главное это потеря кадров. Да, уже сейчас очень много латвийских граждан, которые работают в этой сфере, вынуждены переехать в другие страны, там работать в сфере туризма, зарабатывать, платить налоги. Очень много я знаю работников из гостиничного сектора уехала, из ресторанов, из транспорта, поэтому я думаю, даже если у нас ситуация улучшится, очень будет трудно этих людей вернуть назад, ну и плюс, как уже было замечено, Латвия вряд ли сможет проводить какие-то крупные мероприятия, но это безусловно урон по имиджу государства в общем-то уже в планетарных масштабах, а что касается безработицы в вашей сфере, как она велика? Ну знаете, у нас трудно наверное сказать какая безработица, потому что как правило люди очень мобильные, много молодежи, поэтому они не будут я думаю сидеть и ждать пособия от государства, просто возьмут билет на Райнер и за 10 евро улетят в один конец, в один конец, да, в те страны, в которых их способности и профессионализм будет востребован. Мы общаясь примерно год назад, когда стало понятно, что в общем-то отрасль с позволения сказать дышит на Ладан, говорили о том, что Латвия перестанет быть хабом даже по большому счету для AirBaltic, потому что незачем и некому сюда будет летать, при этом в тот же самый AirBaltic государство вкладывает десятки, сотни миллионов евро, мне не совсем понятно отношение, ну то есть да, это мейджор, это национальный авиаперевозчик и что называется на английском too big to fall, его нужно спасать обязательно в первую очередь, да, не совсем понятна логика, почему в таком случае со смежной сферой и другие перевозчики и туризм, особенно, которые работают на прием, обращаются именно так, как вы рассказываете, субсидии не получили даже еще за октябрь, скоро февраль будущего года уже наступил, а чем объясняется подобное отношение, почему эти задержки происходят, почему спасается болтик, но гробится целая сфера 10% от ВВП, от экономики государства. Знаете, я думаю, этот вопрос надо задавать членам латвийского правительства. Ну, вам же какие-то ответы дают. Как я это вижу, AirBaltic это компания, которая принадлежит государству, государство является основным акционером, поэтому своя рубашка ближе к телу, поэтому AirBaltic и спасается, другие компании, они уже во вторую, в третью очередь. То есть, к вашей сфере применимо отношение вот этого высказывания недавнего одного членов кабинета министров, ну, если кто-то обанкротится и не выживет в этот кризис, ну, умерла так умерла, вот в таком стиле высказал, значит, так и было решено, сами виноваты, получается. К сожалению, да, и, как я уже сказал, несмотря на то, что министр экономики, который курирует сферу туризма, мне кажется, он понимает проблемы нашей отрасли, тем более, что он, как мы помним, по своему основному образованию является гидом. Как раз коллега, да, должен понимать. да, так что я думаю, ему должны быть близки наши чаяния и наша боль, но он не один в правительстве и действительно у, например, у министра финансов, господина Рейерса, явно предвзятое отношение к нашей отрасли, это уже было заметно в 2020 году, когда он осенью, как я помню, по телевидению призвал всех работников сферы туризма переквалифицироваться, в управдомы, искать другую профессию, и мне кажется, вот такое, скажем, пренебрежительное отношение к этой сфере у него остается, что мы видим по тем решениям, которые принимаются, или даже не принимаются, скорее. Напомню, мы беседуем с вице-президентом Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владиславом Корягином. Владислав, такой еще вопрос как раз-таки о переквалификации, и вы не единожды уже за время нашей беседы подчеркнули, что некоторые покупают билет в один конец и меняют не только сферу деятельности, но и страну проживания и работы, однако не может такого быть, чтобы в целом государстве, в Латвии ничего не происходило, ну, когда-то все равно это вернется в международный конгресс и спортивные мероприятия, саммиты на высшем уровне и другие мероприятия, я сейчас цитирую ваше письмо обращения к Смину Кариншу, но получается в таком случае, что просто этот бизнес отойдет кому-то, например, из наших коллег, как, например, торговля, ну, просто будут этим заниматься у нас не латвийские компании, а литовские или эстонские, которым было легче выжить, то есть подобная смена может произойти на рынке вот именно конкретных этих услуг? Ну, вы знаете, это уже и происходит сейчас, я говорю, мы можем посмотреть на статистику эстонских гостиниц, на статистику литовских гостиниц по итогам прошлого года и, так сказать, ситуация становится вполне понятной, да, то есть при том, что в Латвии порядка 30 30 процентов всех гостиниц находятся, скажем, под замком, не функционируют, закрыто очень много ресторанов в Литве и в Эстонии такого не наблюдается, то есть там в Эстонии, в Таллине и в Вильнюсе гостиницы на Новый год были заполнены почти на 100%, во многих гостиницах не было вообще свободных мест уже за несколько недель до празднования, соответственно, там эта отрасль существует и, ну, если не процветает, то, во всяком случае, выживает, платит по счетам и, соответственно, когда возникнет вопрос, где проводить очередное международное мероприятие спортивное или политическое или какую-то там международную конференцию на несколько тысяч участников, у нас просто не будет инфраструктуры для проведения подобных мероприятий, у нас просто не будет хватать номера гостиницы, и мы просто не сможем переварить такое количество, скажем, участников конференций или соревнований, потому что, ну, просто у нас для этого не будет площадей, и, естественно, будут выбирать те города и страны, где такая возможность существует. Я еще раз говорю, что за последние два года мы фактически уничтожаем этот вид, скажем, народного хозяйства, и почему это делается, ну, непонятно. Ну, то есть, например, вот этот огромный современный конференц-зал на улице Красто, который как раз-таки открылся два года назад, незадолго до пандемии, в принципе, неплохо сыграл как центр вакцинации, но ближайшее будущее непонятно, чем его занимать, и таких площадей хватает в Латвии. Да, но, как мы тоже помним, в этом же помещении проходил и саммит министра иностранных дел НАТО. Так что... Видимо, одно из последних мероприятий подобного масштаба, которое прошло в Латвии, если незамедлительно не будут приняты меры по спасению отрасли туризма. Да, так что, я говорю, у нас все-таки добавлю нотку оптимизма в этот разговор, что у нас народ довольно гибкий и умеет перестраиваться на ходу, что называется. Чего вам и желаем, конечно же, есть ли надежда все-таки на какой-то позитивный какие-то сдвиги, то есть, ну, как вы оцениваете эти шансы на какой-то диалог? надежда умирает последней, поэтому, несмотря ни на что, я думаю, что часть предприятий продолжает бороться за свое существование, и это связано прежде всего теми позитивными новостями, которые приносит нам омикрон, как мы знаем, омикрон, несмотря на свою заразность, протекает намного мягче, чем дельта, и есть такое убеждение, ну, скажем, такая уверенность, надежда, что все-таки к концу февраля, началу марта вся эта история пойдет на спад, это же подтверждается и заявлениями Всемирной Организации Здравоохранения, что 2022 год будет годом окончания пандемии, перейдем в какую-то другую стадию, не знаю, как по-медицински, медицинский термин правильно, но это уже будет не пандемия, это уже будет что-то другое, и опять же, там на примере той же самой Южной Африки, где наблюдался большой скачок заболевания, через какое-то время количество зараженных идет на спад, и ситуация нормализуется, поэтому мы надеемся, что эта ситуация тоже нормализуется, и потихонечку все вернется. Мы все выздоровеем, и сфера туризма тоже выздоровеет, чего мы вам от души желаем. Благодарим вице-президента Латвийской Ассоциации Туристических Агентов и Операторов Владислава Корягина, мы только что говорили об обращении в открытом письме сферы туризма к премьер-министру Кришини Сукариншу, и после паузы мы продолжим эту тему, у нас в гостях тоже удаленно будет Александр Страмкало, глава Юрмальского туристического центра «Визит Юрмала», поговорим о том, что происходит в этой сфере в городе-курорте.